Всем привет! В своих видео я часто рекомендую москвичам, где что покупать. Вот Дорогоминовский рынок. Одно из лучших мест по мясу и молодым сырам. Ну, собственно, по молодым сырам абсолютно лучшее. У меня недалеко Преображенский рынок, но там цены на сулугуни гораздо процентов на 20-25 выше, чем на Дорогомиловском, а Преображенский считается дешевым. Вот купил у этой продавщицы, у первой же, к кому я подошел, купил сулугуни по 300 рублей. Она сразу назвала 300 рублей. Это апрель 19-го года. А чечил роскошный 450. Ну, чечил более твердый сыр, он должен стоить дороже. Вкуснейший. Ну, дома раскладываю по контейнерам, что-то будем есть вот сегодня, завтра, послезавтра. А что-то я уложу в отсек свежесть холодильника. Ну, там, где температура 1-3 градуса. Молодые сыры там могут, ну, дня 4 полежать. Вот прям вырезают из кусочек, из круга кусочек и дают пробовать. Ну, я попробовал прекрасно. Цену назвала 300. Естественно, я сразу купил. Но, учитывайте, что я, вот он какой там даже сок, молочко сочится. Ну, продавцы-психологи, глядя на меня, она понимает, что цена будет не очень интересной. Я, покупка не состоится. Так что, если вы молоды, вам могут назвать другую цену. Это так, да. Итак, я делал, буду делать несколько блюд с применением сервиса в лугуне. Ну, не могу удержаться. Съем. Очень вкусно. Питы в Москве, на московском рынке, много. Но вот такой вариант появился совсем недавно. Я купил в Ашане. Чем отличается? Она очень тоненькая. Не такая пухлая, как все остальные. Но это большой плюс. Вскрываю. Вот буду делать то, что получится, реально будет хачапури. И сделаю я это, ну, вот, за 6 минут на ваших глазах. Раскрываю. Сбрызгиваю водой. Такая пита может быть и в морозильнике, и потом, ну, где-то минута в микроволновке, и она тоже уже подготовлена под это дело. Укладываю кусочки сыра. Ну, не очень много, так, чтобы потом не растекалось при выпечке. Когда я делаю несколько таких пит, то укладываю на противень и делаю в духовке. Сейчас я сделаю одну, поэтому сделаю в сковороде. И так, и так. Это оба варианта приемлемы. Ну, вот уложил сыра, чтобы не было слишком много. Немножко сливочного масла. Ну, что еще? Ну, масло абсолютно не соленое, и пита тоже. А сыр, ну, оцените его соленость. Обычно он малосольный. Вот мой совсем малосольный, поэтому я чуть-чуть присолил. Добавил свежемолотый перчик. Ну, вот эта тема, сушеный тимьян, это уже не про хачапури. Мне очень нравится. Я немножко добавлю. Тимьян и сыр вообще классно гармонируют. Ну, закрыл. Побрызгал еще водой сверху. Вот смотрите, нижняя часть, она чуть-чуть пропечена, а верхняя так нормально. Так что иногда я укладываю верх ногами на сковороду, но в этот раз не буду. То есть верх ногами я держу пару минут, потом переворачиваю в нормальное положение. А сейчас только одна сторона, нижняя, будет обжариваться. Ну, а верхняя хорошо прогреваться. Под крышкой, естественно, на малом огне. Не на минимальном, а на малом. И да, если нравится сюжет, подпишитесь на канал. Вот вы видели, вот это через 3 минуты уже, 3-4 минуты там сыр расплавлен, это видно. Сковорода, кстати, абсолютно чистая. Если больше сыра положить, он пропечет. Сливочное масло еще, ну, больше-меньше с вами, посмотрите. Нанес кисточкой по всей поверхности. Ну, и это настолько вкусно, что это реально как хачапури. Хачапури такие делают на дрожжевом тесте, мягком, вкусном. Это не дрожжевое, но сопоставимо по вкусу. Вот реально рекомендую. Можно делать несколько штук, держать в холодильнике, по мере надобности заставать и на сковородку. А теперь загадка. Ну, загадка к хачапури не относится. Вопрос простой. Куда девалось то, что нагревалось? Ответ дам в этом же сюжете, в комментариях, через пару дней. Всем приятного аппетита, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok